Здравствуйте, мои дорогие и любимые! С вами снова канал Элайф. И сегодня мы с вами погадаем на замечательную тему «Сведет ли вас еще судьба с загадным человеком?» Это вопрос о том, с кем вы, допустим, расстались уже и давно не виделись. И вам бы хотелось знать, а вот сведет ли вас еще судьба? Еще можете ли вы повстречаться, поговорить, восстановить, может быть, связи, отношения? Или уже совсем все потеряно раз и навсегда? И у нас с вами будет четыре позиции. Напоминаю, что видео всегда актуально в момент вашего просмотра. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета, и оно актуально, когда вы его просматриваете. И гадать я буду на картах Кипер. Считаю, что эта колода очень говорящая. Одна из таких классических колод, традиционных, естественно, и любимых всеми. «Сведет ли вас еще судьба с человеком, которого вы здесь загадали?» И первая карта – чувства этого человека на сегодняшний день по отношению к вам. Какие же у этого человека сейчас к вам чувства? Все равно чувства любые есть, они не могут не быть. То есть человек все равно, у него память не отшибла, он вас помнит. И даже если это чувство ненависти, мы это узнаем по картам. Итак, первая карта, которую вы выберете, это как раз-таки чувства. И украшать я сегодня буду кактусами. Первая позиция. Вторая позиция. Третья позиция. И четвертая позиция. Выберите тот кактус в прищепку, который вам больше по душе нравится. У нас разные обозначения бывают. То камушками обозначают, то сердечками, то талисманчиками. Сегодня это кактусы. Первая, вторая, третья, четвертая. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с самой первой позиции. Остальные я пока убираю в сторону. Сведет ли вас еще судьба? У нас гадание онлайн на картах Кипер сегодня. Наша прищепка номер один. Наш кактус. Варежка такая, да? Итак, какие чувства к вам у человека на сегодняшний день? Так, ну я здесь вижу просто вот такая вот гостиная, да? Просто комната, я бы сказала так. И, естественно, эта карта очень спокойная. Очень спокойная. То есть у человека к вам чувства спокойные и обыденные. Такие вот, я бы сказала, домашние что ли, да? И мое мнение по этой карте, что человек уже успокоился просто по поводу ваших отношений. Вот как-то у него так развеялись все эмоции бурные, да? То есть с одной стороны, допустим, бурная ненависть, гнев, если были, развеялись. И в то же время, если была бурная страсть, ее пока здесь тоже не очень-то видно, да? Ну, я знаете, как могу сказать? Может быть, просто человек сейчас находится в зоне комфорта. Такое бывает. Он расслаблен. Он, ну, в комнате там, в доме, да? И, ну, не думает, например, какие-то плохие мысли по поводу вас. У него нет плохих ощущений. Это просто такое нейтральное отношение или легкая симпатия. Я здесь, да, я здесь не вижу сильно глубоких чувств по этой карте. Давайте посмотрим, сведет ли вас с этим человеком еще судьба. Ну, я вам так скажу, что у вас действительно будет какая-то встреча с этим человеком. И вот мое мнение, что путь к этому, он открыт. Вот не зря же выпал именно путь, понимаете? Это не бывает, вот, допустим, просто так, что раз и дорога открыта. Раз и человек, допустим, может по этой дороге дальше пройти. Однако и путь тут написано, долгий, да, путь. Хоть он и открытый путь, но, видите, долгий. И это значит, что через длительное время вы встретитесь. Но дорога-то вам друг к другу как бы как открыта, да. Пусть это длительное время пройдет, ничего в этом страшного нет. Но сама по себе дорога открыта. И получается, что есть возможности для того, чтобы в будущем с этим человеком объединяться. Вот мы здесь видим, что вы вполне можете быть как пара, да, или как встретиться через длительное время. И опять у вас могут быть даже какие-то завязки по отношениям, понимаете? То есть тут это, ну, карта, она показала голубков, и она показала собаку символ верности. А это значит, что вы можете через длительное время у вас путь открыт встретиться, и могут завязаться снова какие-то романтические чувства. Или просто это будет очень приятная встреча. Но дальше-то я вижу карту нехорошего самочувствия. А это значит, что, ну, короткая болезнь, да. А это значит, что вы можете после этой встречи чувствовать себя не очень хорошо. Или после, ну, снова после того, как вы будете в этих отношениях с человеком, они дадут вам негативные эмоции и кратковременно плохое самочувствие. И моё мнение здесь, что это именно от этой любви. Она как роковая какая-то. Вы, допустим, через какое-то время встретитесь, у вас всё разбередится, вы снова опять там начнёте отношения, да. А они не будут слишком длительными. Конечно, всё это можно предотвращать. Вам нужно тщательно изучить эти отношения, работать над ними. Может быть, с эзотерической точки зрения. Как высшие силы ведет эти отношения. Всё проверить. Ну, и разобраться в ситуации. Потому что видно, что, да, любовь завязывается снова. Но после этого идёт кратковременно плохое самочувствие. Как любовь, как болезнь. Я это так читаю. Ну, вот такая вот у нас первая позиция. А мы идём с вами дальше. К позиции номер два. Сведёт ли вас ещё судьба наш второй кактус, который не хочет фокусировать камерам? Сведёт ли вас ещё судьба? И первая карта – это какие чувства у человека к вам? Чувства дом. Дом. Ну, вот по карте дом я бы сказала, что человек вас любит. Понимаете? Это такая глубокая карта. Карта дом, она отображает всё то, что мы знаем о нашем доме, о нашем пристанище, о наших истоках, корнях, о том, где нам вообще, в принципе, душой хорошо. И она означает глубокие чувства, семейные чувства человека по отношению к вам. Именно плотаническая любовь, привязанность или привязанность как к члену семьи. Я бы сказала по этой карте, да, что человек вас до сих пор любит по-серьёзному. И вы для него вот, ну, как оплот пристанище, как кто-то, кто дарит ему стабильность в жизни. И он вас очень глубоко уважает, скорее всего. То есть не только любит, а ещё и уважает. Сведёт ли вас ещё судьба? Давайте посмотрим. Потому что чувства здесь у человека явно есть. Тут уже не такая история, как в первой позиции, да. Тут уже всё по-другому. Интересно. Девки пляшут по четыре штуки в ряд. Так, 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 так. Тут интересная ситуация разворачивается-то. Карты-то, они пытаются сказать, что судьба вас не просто как сведёт, да. А он думает о неожиданных деньгах и ожидает. И, ну, как получается, он хочет вам преподнести подарок, что ли. Или, может быть, отдать неожиданно деньги или подарить деньги этот человек. И ожидает нужного случая и возможности. И, конечно, здесь он, получается, думает о вас-то постоянно. И здесь я вижу, что он ещё эту ситуацию совершенно не отпустил. Тут события будут разворачиваться по его инициативе, по инициативе этого человека. И связаны именно или с деньгами неожиданными, или с подарком от него. Он как бы выжидает случай, да, вот нужного момента, чтобы это всё сделать. Но я думаю, что и вам тогда надо подождать. Потому что от человека идёт сюрприз. И он появится. Я думаю, что скоро появится. Поэтому здесь не то, что всё потеряно, да. Здесь ещё только всё разворачивается и скоро начинается. Судьба сведёт вас, скорее всего, и не раз, и не два. Ну, такая вот у нас вторая позиция. А мы идём с вами дальше, к позиции номер три. Сведёт ли вас ещё судьба загадным человеком? Третья прищепка. И карта первая – это его чувства к вам на сегодня. А вот здесь всё очень так нехорошо. Потому что у человека к вам явно негативные чувства. Он, скорее всего, в ваших отношениях ощущал себя как в тюрьме. Поэтому выпала карта тюрьма. Но есть другой вариант. Может, этот человек в тюрьме. И если этот человек в тюрьме, то он чувствует себя просто очень плохо в заточении, да. И, конечно, он может думать о вас, но его главная проблема – это тюрьма. И когда ты находишься в таком месте, всё как-то по-другому воспринимается. Если же этот человек не в тюрьме, не в заточении, никто его не хватал, никуда не закрывал, не прятал. Но вот карта говорит, что он чувствовал себя с вами как в тюрьме, как-то ограничено. Или вы его ограничивали, да. И он как бы сейчас понимает, что он не хочет возвращаться, потому что у него негативные эмоции. Мол, не хочу повторения ошибок этих отношений. Или не хочет повторения ваших ошибок по отношению к нему. Такое бывает, когда, особенно мужчина, чувствует себя в отношениях с женщиной как в тюрьме, она его ограничивает. То не дают ему выпивать, то не дают гулять с друзьями, то не дают ему ездить на рыбалку без разрешения. И он говорит, ну, я себя в этих отношениях чувствовала как в тюрьме, на что мне такие отношения, да. И ему становится от этого неприятно, и он постепенно-постепенно отваливает и убегает, да, из этих отношений. Но, вы знаете, каждый человек в этой ситуации понимает, что ему-то не хотели, чтобы он пороками страдал. То есть добра ему хотели, не хотели, чтобы он там с друзьями прозябал, да, портил себе здоровье. И вот где-то в глубине души этот человек это все знает, конечно. Мол, это его, понимаете, знак протеста, мол, ты меня держала как в тюрьме. А на самом-то деле он же понимает, что от кого вот я, допустим, хорошего найду. Что я найду женщину, которая гуляет, тоже с подругами. Я ушел с друзьями, она с подругами, да, или которая пьет. Вот, я хочу выпить, и она рядом пьет. Разве же это хорошее отношение. Я думаю, что по такой карте человек может пересматривать свою позицию. Но сейчас он как-то в негативных чувствах, да. Давайте посмотрим, сведет ли вас еще с этим человеком судьба. Да, здесь, конечно, ну вот пока в ближайшем будущем это маловероятно. Объясню почему, объясню почему. Здесь идет ситуация, когда человек может с вами пообщаться перед своим отъездом или перед своим переездом. И судьба-то вроде как может и сводит, но для того, чтобы расстаться, да, для того, чтобы, ну вот, куда-то человек перешел в другое дальше. И он может прислать вам оттуда письмо, которое вас будет тревожить, бередить вам душу. То есть карты именно так показали. Вся суть именно в этом. Что он нанесет вам визит, но чтобы сказать, что я уезжаю. Уезжаю, переезжаю, отчаливаю навсегда. Меняю место работы, место жительства. Покидаю, да, страну, что угодно. И да, вы еще увидитесь или пообщаетесь. Но именно для этой цели, чтобы он сказал, что он куда-то там. И понимаете, после того, как он уедет, вы будете ждать. Ждать, а он, да, он пришлет вам весть. Но эта весть только вас разбередит все больше. Здесь я вам, знаете, что порекомендую. Если вы очень сильно любите этого человека, лучше сказать ему об этом сразу. Ну, то есть не стоит этого скрывать. Это первое. И второе. Ну, понимаете, меняться он не будет ради вас. Ну, не будет. В этом вся проблема здесь, что примете ли вы своего любимого человека таким, какой он есть. Если да, вам нужно и строить отношения на его условиях. Если нет, и вы несчастливы в таких отношениях, где человек ведет себя не очень правильно, вам следует его отпустить. Но меняться ради вас, к сожалению, он не будет. Ну, такая вот у нас третья позиция. А мы идем с вами дальше. Позиции номер четыре. Сведет ли вас еще судьба? Четвертый кактус. Давайте смотреть его чувства к вам. Чувства этого человека. А тут у нас письмо. Письмо – это значит, что человек хочет вам написать письмо и поговорить с вами. У него к вам влечет. Ему очень нравилось с вами быть, общаться. Неважно, сколько длились эти отношения, у человека осталось влечение и сексуальное притяжение в том числе. И желание именно вести диалог. Поэтому выпало письмо. То есть вы, скорее всего, от него должны получить письмо или весть. Сразу же по чувствам это видно. И карта, да, говорит о том, что чувства положительные остались. И человек, ну, на самом деле, хотел бы общаться и что-то сообщить, рассказать. Прислать о себе весть, позвонить, прийти, я не знаю, что угодно. Любая коммуникация с его стороны. Хорошо, давайте теперь посмотрим, сведет ли вас еще судьба. Что там, как развернутся события, да. Как же развернутся эти события. Здесь явно не все потеряно. Карты говорят о том, что человек будет еще к вам липнуть, приставать, разговаривать, дарить подарки, оказывать знаки внимания, позовет на свидание. Да, то есть эти отношения явно продолжаются. Вот прям совершенно точно. И мое мнение, что еще будет очень много, ну, романтики, что ли, какой-то, приятных встреч с этим человеком. Чтобы, ну, как сказать, продолжить любовь, да, между вами, любовные отношения. Вот прям, он прям очень сильно зафиксирован, зафиксирован на том, чтобы быть с вами. Ему вы очень дороги, нравитесь. И он хочет встречи с вами в скором будущем и вместе строить это будущее. И он готов ради этого работать. Он готов стараться, понимаете. И вот он будет работать и стараться, если вы согласны с ним, строить отношения. И мое мнение, что если вы его любите тоже, то, конечно, судьба здесь очень многообещающая. Отношения будут долгими и счастливыми, да. Я здесь также вижу, что вы можете вместе куда-то, допустим, переехать и жить там, ну, в своем доме, да, допустим, там, купить вместе недвижимость. То есть пожениться, скорее всего. И у человека из-за ваших отношений может расти социальный статус. Он может процветать, быть богатым в итоге просто потому, что продолжил с вами отношения, и они стали серьезными. Этот человек явно в вас заинтересован. И здесь есть виды на брак. Ну, или на продолжение брака. Если вдруг вы загадали своего мужа, с которым поссорились. Ну, такая вот у нас четвертая позиция. И я думаю, что, как говорится, в добрый путь, да, чтобы все было, правда, хорошо. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть наш канал и лайв. Ставьте лайк этому видео. Пишите комментарии. И до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.